Мы вообще можем положить почтовый ящик, и вы обязаны взять и прийти. Подождите секундочку. У нас сейчас жилищник, военкомат, это одно целое, да? То есть я понял так, что это одна структура. Одна структура, то есть она военная. Что военная? То есть жилищник, военная структура. Не военная структура. А военная структура, получается. Как в помощь. Нет, подождите в помощь. На каких основаниях? А это вообще представители военкомата? А при чем тут военкомат? Я не знаю, почему. Снимайте, снимайте, пожалуйста. Мы работаем от военкомата. Подожди секундочку, подожди, Юля. Вы там не снимались? Тишина. Скажите, пожалуйста. Вы пойдете в военкомат и все уточнится. Обратите секундочку. У вас есть предписание, да? Да. Покажите его, пожалуйста, что вы имеете право разносить от военкомата, как вы считаетесь. У вас должен быть какой-то документ. У меня есть паспорт, Сум. Зачем? Нет, причем есть паспорт. У вас должен быть документ, что вас военкомат. Вот вы пойдете в военкомат, вот вы уточните, что... Нет, подождите секундочку, причем есть военкомат. Вы обычный, это самое, вы обычный работник жилищника. Вот меня он человек знает. Я знаю, что он работает в жилищнике. Ну, и меня все жилищники знают, кто я такой. Ну, не что. Да, как бы. И у меня просто вопрос, на каких основаниях... То есть вам доплачивает военкомат за... Нам никто не доплачивает. А подождите, а почему вас не доплачивают? Потому что не доплачивают. А потому что это дополнительная работа? Потому что у нас... Нет. Как это? Нам не доплачивают. Это дополнительная работа. Мы получаем просто зарплату. Подождите. Но у вас должно быть предписание или какой-то документ, подтверждающий, что вы от военкомата. Что вас послали, жилищник послали на приказ. Или вам куда-то... В военкомате все документы есть. Причем в военкомате? Вы, причем? Вы какой-то наш... У меня вопрос стоит в том, что... У нас заключен. Что? Контракт у вас заключен с военкоматом? Не контракт. А где он? Докажите. Договор? Нет, подождите. У меня нет с собой. А как вы можете представлять военкомат, если вы обычный сотрудник жилищника? Я вам еще раз говорю. У нас есть договор с военкоматом. Подождите. Вы, вы, вы. Как вы? Как вы можете доказать мне, например, что вы представляете военкомат? Вы можете обратиться в военкомат, и вам все объяснят. И все вам покажут. Подождите. Значит, я должен так же с этим самым. То есть, я еду на машине, меня останавливает гаишник, и я должен... Когда он мне говорит, скажите свои права, я скажу, вот, езжайте в ГАИ и посмотрите, там мои права есть. Я вам показывать ничего не буду. Вот сейчас аналогичная ситуация. Аналогичная. А при чем здесь ГАИ или нет? А при чем? Нет. Вообще можем положить почтовый ящик, и вы обязаны прийти. Нет, подождите секундочку. Взять и прийти. Подождите секундочку. Вопрос стоит в том, что вы сейчас ходите по квартирам, раздаете повестку. И законно. Нет, подождите. У нас есть договор с военкоматом. Нет, где у вас договор? Покажите мне. Договор, он находится в военкомате. Подождите секундочку. Вот вы сейчас занимаетесь, вы понимаете, что вы не правы. Я вас подвожу к тому, что вы, занимаясь этим делом, у вас должна быть бумага, подтверждающая ваши действия. Логично? Оно находится в военкомате. Подождите. Должно находиться на месте, где вы производите эти действия. Я вам еще раз говорю. Почитайте регламент, почитайте закон. Любой сотрудник может принести повестку. Подождите, не вручить лично, а бросить в ящик. И не обязательно в ящик, лично в руки тоже. Почта России, то о чем занимается, если вы занимаетесь их работой? Лично в руки тоже. Вот, лично в руки должен только работник военкомата. Или полицейский. Одно из двух. Не обязательно полицейский. Участковый. Обязательно. Не обязательно. Почитайте закон. Не обязательно. Почитайте закон. Вы можете. Вы нарушаете закон. Я ничего не нарушала. Вы нарушили закон. Я не нарушила. Вы взяли на себя полномочий, которыми вы не наделены. Вот это правильно. Вы можете эти вопросы задать воинкоматом. Нет, почему не воинкоматом? Я буду сейчас делать запрос. Подождите секундочку. Я в любом случае сделаю запрос. И вот он может подтвердить. Обязательно сделаю запрос в жилищник. Только не в наш жилищник Ломоносовского, а в центральный. По поводу того, почему его работники в рабочее время занимаются не... Мы не в рабочее время. То есть вы выходной занимаетесь. Тем более, почему вы заставляете работников... Это свободное время. Почему вы заставляете работника в свободное время, то есть нарушая трудовой кодекс? Почему трудовой? А потому что сколько должны вы работать в неделю? 40 часов. Почему здесь 40 часов? А так, вот образно. Это может по моему согласию. Нет, подождите, есть трудовой кодекс, который никто не отменял. Он существует. Или вы не любите российский закон? Вы не соблюдаете российский закон? Также я вам хочу сказать, что вы не соблюдаете и не приходите в военкомат. Он был в военкомате. И что? А это вас не касается. Понимаете, он был в военкомате. Почему я вышел сюда? Если он был в военкомате, повестку бы вам не выписали. Я вам еще раз говорю, это ошибочно, но вопрос идет не об этом. Вопрос в том, на каких основаниях вы ходите свободно от работы время. Вы можете обратиться в военкомат. Вам все там отписано. В военкомат. Я вам говорю, это то же самое, что я... А документы у меня есть. Нет, паспорт мне ваш не интересует. Я не имею права вас спросить. У меня еще есть уведомление. Уведомление о чем? То, что я имею право раздавать повестку. Подождите, то есть у нас сейчас жилищный военкомат, это одно целое. Да, то есть я поняла так, что это одна структура. Да. Одна структура. То есть она военная. Что военная? То есть жилищный военная структура. Не военная структура. А военная структура, получается. А вы как в помощь. Нет, подождите, в помощь. Я не собираюсь, у меня время идет. Вы можете все. Подождите. Вы можете узнать военкомат. Представьтесь, пожалуйста, государственная, представьтесь, пожалуйста. То есть вы отказываетесь представляться. Я нас сойду все равно по фотографии. Вы можете идти военкомат? Нет. Нет, вы отказываетесь представляться. Нормально.